Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, период попраства преображения Господня, и сегодня Церковь предлагает нам к нашему назиданию, и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, глава 12 стихи с 12 по 26. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все — слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобно» или «так же голова ногам». Вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенью. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном боли попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам, к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Это первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 12 по 26. Очень интересный образ нам предлагает сегодня апостол Павел. Хочу сразу предвосхитить и сказать, что образ Церкви как тело Христова очень понятный, распространенный, но и не единственный. В Священном Писании очень много различных метафор, сравнений, эпитетов, которые раскрывают нам сущность того, что же такое есть Церковь, и не только через образ тела Христова. Но сегодня именно этот образ использует апостол Павел, дабы показать, что в общине, в церковной, не должно быть разделений. И в то же время он показывает, что эти разделения установлены самим Богом, о чем я говорю. Апостол Павел говорит о том, что вот смотрите, есть тело человеческое, и у него есть различные органы, различные части тела, да, он членами их называет, там, рука, член тела, да, она выполняет определенную функцию, вторая рука, нога, волосы, там, глаза, уши, рот, нос, все это члены тела, и каждый из них несет свою функцию. Есть также те, которые мы скрываем и не показываем другим людям, и в то же время очень большое попечение несем об этих частях тела. Соответственно, апостол Павел говорит о том, что смотрите, вот тело, оно разное. Есть то, что благопристойно, и то, о чем мы не заботимся, особенным образом как-то не ухаживаем, но оно и так само по себе прекрасно и все замечательно. Есть то, что скрываем, но все необходимо. И каждая из частей тела, она служит другой части тела, и не надмивается, да, мы видим, что есть, допустим, уши, уши прекрасно слышит, но ничего не видит. В то же время мы знаем, что если нам что-то попало на глаза, да, на ресницы, мы руками убираем и протираем свое лицо, чтобы что-то увидеть. Поэтому все служит друг другу. И вот этот главный посыл апостола Павла, что в общине, а в Каринской общине было разделение по принципу духовных дарований. Считалось, что говорение иными языками, которое присутствовало в данной общине, оно как-то выделяет человека, делает его особенным, поэтому ему особая слава, честь и почет. А другим, у которых нет такого дара, он не открылся. Ну, это нормально. То они какие-то, знаете, там, второсортные, они какие-то неправильные и так далее. И происходит разделение. Апостол Павел говорит, нет, смотрите, не должно быть. Действительно, есть разное. Есть руки, есть уши, есть ноги. И все служат друг другу. Так же и в церкви. Тело Христово у каждого из нас свое послушание. И не нужно думать, дорогие братья и сестры, что вот я, например, да, в ведущей передаче стою, священник, у меня такое важное, почетное служение, а вот свящница в храме, она не важна и непочетна. Нет, как говорится, рука руку моет. И в организме все должно работать слаженно, дружно. Поэтому никто не должен надмиваться, что у него какое-то важное и славное служение, и почитать себя важнее и главнее других. Мы должны нести служение. Служение, прежде всего, друг другу. Здесь не нужно ни завидовать, ни надмиваться. Не завидовать тем, кто находится на каких-то высоких, почетных должностях, кто всегда во внимании. Они несут свою ответственность. И не нужно надмиваться и считать какими-то неправильными, униженными людей, которые занимаются простой, какой-то черновой работой. Моют полы, следят за свечами и так далее. Нет, каждое служение важно. И одно без другого не может существовать. Поэтому всем нам в церкви, начиная с самых верхов и заканчивая с самым низом, нужно научиться в себе искать пользы для другого человека. Не завидовать, не гордиться и не надмиваться. Не тщеславиться своим положением. Не унывать от своего положения. А со смирением, любовью к ближнему нести крест своего служения. У каждого тяжелый крест. И у каждого свой набор страстей есть, с которыми человек борется. У каждого он может быть разный. Но все мы должны жить как единый организм. О чем и говорит сегодня апостол Павел. Страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Действительно, если у меня там отит случился, ухо болит. Ну, ногам тоже от этого не весело. Или я ногу сломал. Не могу ходить, не могу быть таким же подвижным. Не могу пойти посмотреть на улицы, подышать свежим воздухом. Легкие страдают. Глазами посмотреть вдаль, съездить куда-нибудь на море, да, там, близлежащее, там, на речку посмотреть, да, чтобы вот глаза отдохнули, порадовались, подивились, какой прекрасный Бог сотворил мир. Мир все страдает. Поэтому, если страдает один член, страдают все. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вот научиться состраданию и научиться сорадованию сегодня каждого из нас призывает Церковь Божия. Поэтому, дорогие братья и сестры, стремитесь к служению друг друга. Не стремитесь ни к тщеславию, ни к гордости, ни к гордыне, не занимайте места, как есть хорошая поговорка. Не стремись к положению ни в обществе, ни во дворце, ибо не знаешь, когда тебе снимут голову в начале или в конце. Поэтому не стремитесь, но и не превращайтесь, знаете, в таких пассивных бездельников. Трудитесь на небе Божьей там, где вам сейчас указал промысел Божий трудиться. И в страхе Божьем совершайте дело своего спасения с любовью друг к другу. Всем радости, дорогие братья и сестры, о Господе, и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»